привет всем сегодня у нас на календаре уже 2 февраля ну и как как каждый год то есть как обычно в это время уже сезон продаж зимней мототехники постепенно закругляется или начинает закругляться на правильно так сказать постепенно наоборот начинает набирать вот именно продажи обороты сезон уже продаж именно летней мототехники то есть это как правило мопеды мотоциклы скутеры вот такая техника вот такого рода но если рассматривать ее на сегодня то большая часть конечно это все-таки китайской мототехники на массовом рынке но сейчас пожалуй речь вот не они до об отечественной этой техники то есть мы продаем мотоциклы именно производства и штихмаш это ижевское предприятие и сейчас вот в сезоне 22 года именно в начале февраля как обычно уже появляется появляются именно мотоциклы скаут различных моделей вот именно этого уже модельного года поскольку предприятие закончила выпуск там или заканчивает правильно сказать выпуск зимней мототехники в это время и начинает выпуск летней мототехники поэтому еще раз если кто-то вот не знаком может быть с мотоциклами скаут можно напомнить основные модели собственно они сейчас и появляются на остатках но если кому-то интересно соответственно уже можно прицениться к ними посмотреть что больше нравится итак если начать вот разговаривать о модельном ряде мотоциклов скаут то пожалуй стоит начать вот именно с мотоциклов скаут сафари то есть таких компактных мотоциклов или мини байков еще правильно можно сказать сейчас существует два основных из исполнения то есть это сафари вот тот в котором он виде был раньше то есть это но теперь он уже с высоким рулем и сейчас он всегда на четырех амортизаторах хотя раньше были исполнения именно с тремя амортизаторами то есть спереди была рычажная вилка на двух амортизаторах и сзади был моно амортизатор но сейчас вот все скауты сафари с 2022 года переведены именно на 4 амортизатора то есть сзади тоже в комплектации идут уже два амортизатора второе исполнение сафари это пожалуй вот сафари плюс называется она она тоже была в продаже прошлом году хотя наверно появилась это только осенью сафари плюс отличается тем что у него двухместное седло и соответственно уже такие более мощные амортизаторы сзади стоят тоже мы их показывали это амортизаторы импортные от мотоцикла урал сафари плюс отличаются вот в первую очередь именно двойным седлом базовая же версия сафари она также бывает именно с ручным стартером то есть подешевле такая совсем базовая версия и вторая версия это именно с электро стартером также можно сказать что все мотоциклы сафари получили высокий руль то есть руль о котором вот мы говорили есть обзоры то есть осенью были такие обзоры с высоким рулем на сафари в принципе можно ездить и достаточно высоким ростом то есть ростом там от метра 85 и выше но в принципе и обычному человеку с высоким рулем судя по всему будет комфортнее вторая модель о которой стоит сказать если по возрастанию цены и характеристик да то это пожалуй скаут 2 это пожалуй была одна из первых моделей вообще которая начал производить штихмаш когда начал производить мотоциклы скаут скаут 2 это более простая модель то есть с двигателем также как у сафари с двигателем типа лифан в основном это применяется 8 сильный двигатель типа кп 200 лифан кп 230 или 170 ft у скаута 2 такая же трансмиссия как у скаута сафари то есть это редуктор с автоматическим сцеплением или тип р такой до двигателя у ли в номенклатуре лифана у скаута 2 одно из популярных исполнений это пожалуй такое исполнение подороже то есть когда у него есть не только не только передняя но и задняя подвеска есть два дисковых тормоза и называется это исполнение скаут 2f то есть у него спереди стоит уже телескопическая передняя велка спереди дисковый тормоз но и сзади соответственно два амортизатора и тоже дисковый тормоз вот такое исполнение сейчас даже пожалуй больше продается более старые по такой исполнении подешевле это соответственно просто скаут 2 как правило это модель скаут 2 8 е когда подвеска есть пожалуй только спереди она рычажная сзади подвески как таковой нет то есть получается такой hardtail да и тормоз у него дисковый это же соответственно 1 это тормоз расположен сзади третья популярная модель скаутов это пожалуй скаут 3 всем известный ну и такие наиболее популярное вот именно исполнение этой модели или модификации правильно сказать это скаут 3 140 сейчас он тоже уже появляется в продаже именно из производства уже вот именно февраля 22 года скаут 3 140 но это мотоцикл с горизонтальным двигателем аналогичным именно там похожим на двигатель мопеда или питбайка но такое двигатель имеет автоматическое сцепление собственно и вторая модификация достаточно популярна скаут 3 125 там также установлен двигатель но 125 кубических сантиметров подешевле и он тоже имеет автоматическое сцепление третье исполнение скаутов 3 тоже одно из популярных и уже не новых это пожалуй 3r 140 там установлен двигатель от квадроцикла можем так сказать да или аналогичный квадроциклу двигатель но если брать квадроциклы то и такая и был 2b такой квадроцикл с горизонтальным двигателем соответственно он тоже имеет объем 140 кубических сантиметров но у него есть задняя передача или так сказать реверс вот это пожалуй три основных исполнения достаточно популярных скаута 3 то есть это скаут 3 140 скаут 3 125 и 3r 140 скаут 3 отличается от скаута 2 но и в принципе скаута safari другим двигателем и другой трансмиссии то есть скаут 3 это более такой динамичный мотоцикл в формате там питбайка или мопеда кому как нравится то есть этот мотоцикл еще вот в тех исполнениях которые были раньше это мотоцикл с горизонтальным двигателем и с автоматическим сцеплением тип коробки как правило называют полуавтомат еще то есть передачи как таковы и есть их необходимо переключать также конечно педалью ногой но при этом необходимо при этом не нужно выжимать сцепление так как это происходит но более привычных например коробках переключения передач такие которые используются на мопедах типа альфа или на питбайках другие модели летней мототехники и штихмаш будут появляться уже ближе к концу февраля или к началу к началу марта это например такие модели как трицикл тритон такой компактный трицикла на базе рамы мини-байка тоже скаут сафари но или боцман или скаут 5 то есть такой мотоцикл который появился где-то прошлом летом прошлого года и вот сейчас он также уже появится новая партия в продаже это мотоцикл на более крупной резине и более широкой также на базе рамы скаута сафари далее должны появиться у этих маша модели скаута 3 с вертикальным двигателем то есть это модели с двигателем 200 и 250 кубических сантиметров но в принципе обзоры уже были на них на канале и также должна появиться такая модель как стриж то есть это ну такой гибрид между скаутом сафари и скаутом 3